всем привет на канале алкавита сегодня я вам расскажу рецепт он очень вот известный для того чтобы получить брагу впоследствии получить самогон нейтральный который подойдет для настоек что нам понадобится это обычный сахарный самогон с подкормкой из круп всевозможных понадобится нам 1 килограмм сахара 100 грамм дрожжей использую прессованные дрожжи обычные хлебопекарские алматинские они не дают самогоне никакого запаха в отличие от турецких пакмая бикмая и все остальные и так килограмм сахара 100 грамм дрожжей 100 грамм крупы 4 литра воды моему случае это будет 20 килограмм сахара 2 килограмма дрожжей 2 килограмма крупы и 80 литров воды дрожжи ничего не разбраживаем в бочку заливаем воду растворяем сахар температуру доводим до 30 градусов теплой под водой и прям туда целиком эти дрожжи вываливаем как началось под брожение добавляем подкормку зерно растворил 20 килограмм сахара 80 литров воды температура 28 все носим дрожжи вот с родничка привез водички исключительно на родниковой воде так что пришлось сделать с дрожжами они у меня из морозинки я их нарубал вот на такие брюкеты вода и фонтан целых из дрожжей и решил я крупу внести всю сразу итак грамм 500 кукурузы 400 даже где-то грамм 300 геркулеса и по 700 грамм кшеничная и ячинная крупа крупа будет служить очень хорошей питательной основой для дрожжей теперь мы это все перемешиваем и закрываем крышкой следующее помешивание сделаем где-то ну не знаю может быть часа через два через три дрожжи еще разморозится начнут работать это все долго пока вот что у нас тут ухо штатив массивный штатив у меня вот вот такая у нас тут за ним плохо получилось наша брага через сутки брожение равномерно активная кинул только сюда еще горсть изюма нашел у себя там за кромах никакими дрожжами не пахнет никакого такого интересного запаха винного даже нет наблюдать дальше наша брага на третий день и пополнение решил я добавить сюда затор который был у меня на зеленом салоне я его охладил еще до температуры 34 это будет нормально и так здесь у меня в общей массе затор из шести килограммов три килограмма зерна переливая сюда аккуратненько и добавляю 200 грамм дрожжей до такого затору еще и никогда не было так то все перемен носим дрожжи грубо говоря брагу чуть чуть помолодели наша брага через трое суток такое очень активное брожение еще на форумах вычитал что если брагу не открывать вот как тот поставил ее так и закрыл ее то самогон будет гораздо вкуснее и менее кислый прошло 6 суток брага отбродила вот видно что даже бумажка не показывается хотя ноль у меня ноль у меня вот видно что чуть ниже опускаю то здесь браги . может быть мне конечно чуть врет на вкус она не кислая совсем но горчит похож на такой как бы крепенький квас очень сильно похож но вот не кислая то есть наверное то что я крышку не открывал очень долго то есть три дня я открывал помешивал три дня не открывал буду дальше по поводу открытия крышки экспериментировать как я прочитал один из последних трудов что крышку вообще не открывать тогда она не скиснет она не испортится но брага немножко булькает если сейчас мы откроем наш нашу заторную елкость мы увидим что вот немножко она таигрывает но у меня нет времени поэтому перегоняю 130 литров по 20 литров копыта как минимум 6 6 сгонов сделать это очень так приступаем к получению спирта сырца вот такой брызгал в нос всю бочку перегнал кубы под завязку пены не было видимо это последний где дрожжевой осадок попал чуть так она пенится ничего благо что диоптер есть все видно смотрю наблюдаем дальше короче два часа бодался газ уже на минимальный вообще поставил добавлял царгу убирал царгу дополнительную маленькую при самом минимальном газе грызгал в нос бешеный вот что за два часа не смог собрать поэтому что мы делаем мы теперь это все сливаем дня два горюем и переходим запускному плану план б 3 дня погоревал делать нечего мы имеем 11 литров спирта сырца 11 литров 3 и 3 крепость к сожалению не знаю какая чтобы узнать мы сейчас будем вот перегонять по частями эту часть и эту часть эту часть мы заливаем в куб замеряем крепость добавляем водички и дробно дистиллируем крепость спирта сырца 41 и 5 абсолютно спирт 5 810 голого 581 600 думаю так тело должен собрать 70 процентов от абсолютного спирта получается 4 518 ну попробую где-то к 5 литрам выйти все переходим дробно дистилляции отобралось 650 миллилитров и только сейчас вот уже прочувствуется спирт почему так много голов получилось я думаю что один погон у меня был в 2 трех литровой банки и я сюда залил именно одну наверное ту банку которая собирал головы значит втором погоне будет у меня больше хвостов вот ну думаю что отберу наверное еще все-таки это сахарный самогон добавлением зерна думаю отберу наверное все таки 700 там уже поменяем тару и будем отбирать тело дробная перегонка второй части у меня получается спиртозность 37 и 5 то есть в этой части у них точно будет больше подголов абсолютно спирт 5 250 головы 525 но так как у меня в первой части были головы завышены я думаю здесь у меня от силы будет 500 не больше 70 процентов тела 3675 переводим на мой аппарат 90 градусный получается 4083 но эта часть меня будет очень хвостатая поэтому я думаю что я максимум выжму 4 метр литра но где-то вот рассчитываю на 3500 железно может быть 3700 вот так вот поэтому сейчас я уже аппарат собрал проверил все на герметичность и вывожу систему режим работы на себя дефлегматор будет работать на полную холодильник будет отключен 20 минут потом собираем головы по капель напоминаю максимум 1-2 капли в секунду закончил я дробную дистилляцию из двух погонов у меня получилось ровно 9 литров крепость 90 процентов по запаху так я и планировал это у меня нейтральный самогон есть конечно основной конечно это сахарный самогон но на вкус он гораздо мягче то что мне и на для настоек сейчас я его прогоню через уголь далее разбавим до питьевого состояния и сделаем настойки бородинская кедровая пару ликеров ягодные настойки то есть это у меня все уйдет на настойки по опыту скажу очень интересно получился опыт конечно ролик получился смешанный вроде как хотел по отдельности потом все вместе слилось в один затор в общем интересно но я понял одно что любой сахарный самогон можно улучшить вот такими минимальными вложениями добавил зерна добавил зеленого солода и все будет лично поэтому пробуйте любое улучшение обычного сахарного самогона всегда пойдет на пользу но на этом я прощаюсь с вами берегите себя пейте только качественные напитки до свидания